Субтитры делал DimaTorzok Решат Мати, вундеркинд ММА и бокса. Решат номер один в боксе и кикбоксинге, он не побежден. В ММА и Муай Тай, у него 22 чемпионских пояса. Диаметра 58 и 17,5 килограмм. Пацану всего 13, он настолько хорош, что порой невозможно найти ему соперника, ведь никто не хочет с ним драться. Решат тренируется 5 дней в неделю, по 2,5 часа. Он идет в школу, возвращается, делает домашку, кушает и мы едем в боксерский зал. Я учу своих парней, что это тяжелый спорт. Ты тренируешь тело, и когда тебя бьют, то это уже не так больно. Я знаю Решата 2 года, он занимался джиу-джитсу и кикбоксингом, еще до этого. С самого детства он любил драться. В 5 лет он начал выступать по грепплингу, и он выигрывал все, где участвовал. С возрастом он начал выступать по кикбоксингу и ММА. Больше всего он любит ММА как комбинацию всех стилей, это очень интересно для него. Но в Нью-Йорке ММА запрещены, даже для взрослых, и мы путешествуем по стране, чтобы найти ему бой. Здесь, в Нью-Йорке, легче организовать бой по боксу, поэтому мы выступаем по нему. Сейчас он чемпион по кикбоксингу уже 4 года подряд. Олимпийский чемпион по боксу среди юношей, североамериканский чемп по грепплингу, и он чемпион по джиу-джитсу. А он не побежден в ММА и Муай-Тае. Он номер один в мире по кикбоксингу и по боксу в Штатах в 45 килограммах. Решат уникален, потому что выступает везде и не бегает от поединков. Он не боится получить ни от кого. Я могу драться по-разному. Могу рубиться с рубакой и технично работать с технарем. Они зовут меня Албанский Медведин. Он спаррингуется с Харли Мадейро, вице-чемпионом страны. Хорошая тренировка. Они проспаррингуют где-то 7 раундов примерно. Невероятный боец, очень талантливый. В этом году мы оба взяли серебро. Надеюсь, мы вернемся и возьмем золото. Мой отец был боксером, и он научил меня. А я учу бокс у своего сына. У своего ребенка тяжело тренировать, потому что ожидания выше, чем от остальных. Отец учит, как бить, как реагировать. Он заботится обо мне. Решад волнуется перед боем, но он боится не проиграть, а плохо выступить на глазах у отца. Если в бою отец говорит, что я перестал играться и поднял руки, то такие вещи пугают меня, потому что я хочу доказать ему, что я достаточно хорош для бокса. Продолжение следует... В каждом бою я боюсь, что ему сделают больно. Я не хочу, чтобы вообще кто-то пострадал, потому что это дети. Это трудный спорт, он существовал с начала времен. В любом контактном спорте случаются травмы. Я не хочу этого. Я не думаю о таких вещах, как повреждение мозга и тому подобное. Моя задача держать руки на месте, и тогда можно не волноваться за это дело. Никто не хочет видеть своего ребенка побитым, поэтому я учу его не быть легкой мишенью. Если я увижу, как он получает серьезные удары или разгромно проигрывает, то я останавливаю поединок. Мне нужно тянуть до последнего. Из боксерского зала во Флейтбуш мы едем в зал кикбоксинга в Стэйн-эд-Айленд. Так что это занимает многие часы, и так пять дней в неделю. Если я буду дальше работать в мыслях и в сердце, то я буду на вершине в один день. У всех есть мечты, но если хочешь быть лучшим, то нужно тратить время. Ахмал учит кикбоксингу. Он из Узбекистана и двукратный чемпион мира по кикбоксингу. Вначале он работал по старинке и буквально пытал детей. Но ему сказали, что в Америке это называется плохим обращением с детьми. Поэтому ему пришлось поменять, и он начал... Гораздо мягче он стал тренировать детей. Но вначале было тяжело, и поэтому я привез решата туда. Каждый день я тяжело тренируюсь. Всю свою жизнь я стремлюсь к вершине, и если продолжу в том же духе, то я буду на вершине, там, где мне хочется. Это бокс и ММА. Он ждет своего 16-летия, когда он сможет попробовать отобраться на Олимпиаду. Если ты любитель, то Олимпиада это самый важный чемпионат, и после этого только профессионалы. Я хочу стать профессиональным бойцом, либо в боксе, либо в ММА. Может быть и там, и там, но нужно оставаться сфокусированным на цели. Не важно, где он будет лучшим, я приму все. Отличный парень, хорош в боксе и кикбоксинге. Думаю, он станет отличным профессиональным бойцом. Как боец ты хочешь стать чемпионом. Решат был бойцом с самого начала. Он урожденный боец. Подписывайся на паблик Ultimate Warriors, или я нокаутирую тебя. Сначала встаем в стойку, потом поднимаем пятку и прижимаем носок. Бьем ногой, сначала поднимаем ногу, а потом резко вниз. Продолжение следует...